Внимание, если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Чтобы вы не знали, самое главное посмотреть, как другие реагируют, это будет очень интересно. Очень интересно. Я сейчас читаю маленький текст, твоя задача его запомнить. Сейчас входит Оля, ты должна просто пересказать. Вот и все. Твоя задача ближе к тексту, а вы смотреть не сравнивать. Что я скажу, что она повторит, что потом Оля повторит и так далее. Как у них запоминается все. Итак, называется про Марфушу. Запоминаю. Жила-была Марфуша. Она была примерно девочкой. Примерно. Работала на заводе. Ходила, как все, на демонстрации. Продукты только из магазина. Сексом занималась только с мужем и только по пятницам. Но вот пошла она как-то в лес и встретила там НЛО. С тех пор жизнь Марфуши круто изменилась. Все у нее стало не как у людей. Работу забросила. Дома сплошные демонстрации. Продукты только с рынка. А сексом занималась каждый день. С кем угодно и самым необычным образом. Дома сплошные демонстрации. Вот я тебя один раз прочитал. Сейчас послушаю. Как она его... Оля! Я уже все забыла. Я тоже. Была-была Марфуша. Только ты и помни. Она работала на заводе. Сексом раз в неделю по пять. Можешь послушать. Можешь послушать. Можешь послушать. Очень надо напрягать. Ну не очень, но это... Мозги. Значит смотри. Слушай сюда. Вот я только что, Галя, прочитал один текст. Она его как-то запомнила. Попробуй тебе его пересказать. Она его пересказать. Тебе нужно запомнить. И потом пересказать его другому. Слушай, я один клум уже пила, а не подумала. Ну ничего, ничего. Твоя задача запомнить и потом пересказать. Ну понятно, что делать. Это самое должное. Ничего. Здесь как раз на это и все это. И так. Все остальные слышали. Ты тебя на любви. Давай, Галя. Тихо, тихо. Про Марфушу. Жила-была Марфуша. Была она примерной девочкой. Работала на заводе. Да, вот у нас сказано девочкой. Работала на заводе. Продукты покупала... Каждый день покупал продукты в магазине. На подсказку. Сепсом занималась раз в неделю по пятницам. Только с мужем. Однажды она пошла в лес. И встретила там НЛО. И с тех пор... А, она еще ходила на демонстрации. СМЕХ 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 Аплодисменты. Молодец. Хорошо пересказала. Я не зря ее первой выбрал. А Олю-то зря она ее первой. СМЕХ 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 Жена была девушка. Вчера женщина. Я не поняла, кто она девушка или женщина. СМЕХ СМЕХ Нет, женщина. Ну не жила. Жена забудет. Да, да, но если по пятницам, значит женщина. СМЕХ А, завали ее Марфушечка-душечка. Морфушечка-душечка. Она работала на заводе, была ударницей, выполняла план. Свою можно добавлять, да? СМЕХ 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 Получала регулярно премию. На эту премию она ходила в магазин, покупала много-много продуктов, кормила мужа, с которым регулярно занималась сексом по пятницам. СМЕХ 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 Одиннадцатая неделя. СМЕХ 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 Одна пятница в неделю. СМЕХ 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 И там встретила НЛО, ее похитили на планете, поставили там всякие эксперименты. Дело было в пятницу. И когда она от них ушла в субботу, ее жизнь перевернулась. И она пошла в тело все тяжкие. Демонстрацию забросила, работу забросила, на магазин ходить забросила, время, естественно, не получает. Но она стала торговать своим телом каждый день, получала большие деньги и стала ходить на рынок. И только там покупала продукты. Аплодисменты! Вот это было. Аплодисменты! Разу в два. Тебе проще? Надо пропись сказать. Пропись сказать! Да, просто как бы память. Так, тихо! интерпретация света ну конечно была девушка как говорили правильно звали ее Марфушенко Душенко в уголочек мне надо звали ее Марфушенко Душенко вот все что я сказала брата тихо тихо она работала на фабрике она была ударницей она получала премию тихо тихо ну вспоминай не надо Сереж не надо просто вот что тебе на ум приходит то и говори так надо текст как все соблюдать вот она она была же все таки замужем жила с мужем регулярно занималась по пятницам сексом с мужем регулярно надо по пятницам на счет секса на счет пятницы ну вот и она любила ходить на демонстрации как вы доказали что она любила ходить на демонстрации и однажды она пошла на какую-то демонстрацию попала в лес выпей а там ее забрали на лоб и после всяческих оптов меня там с ней проводили это не значит то есть ли делать вот она она перестала ходить на демонстрации она перестала ходить на работу а естественно не стала получать племя но я не знаю плюсов или нет я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю она не знаю несколько раз больше стоило ходить на рынок получать и покупать продукты только на рынке молодец Аплодисменты. Теперь специально для Светы. И для Оли. Изначально. И оригинал. Про красную штуку? Про Марфушу. Жила-была Марфуша. Марфуша была примерно девочкой. Работала на заводе. Ходила, как все на демонстрации. Продукты только из магазина. Сексом занималась только с мужем и только по пятницам. Ну вот пошла она как-то в лес. Как-то в лес. И встретил там НЛО. С тех пор жизнь Марфуши. Круто изменилась.